Человек поднимается по лестнице и удерживает лестницу от падения, постоянно вытягивая веревку на себе. Человек находится здесь, такой веревку. Поднялся вверх, такой веревку. Я утверждаю, что сила натяжения, я обозначу вит, вот при этом движении вверх, сила натяжения возрастает, причем неограничена. Когда человек оказывается в середине, лестницу удержать невозможно. Увеличение силы натяжения, которое человек может ощущать физически, предвещает катастрофу. Предвещает катастрофу. Давайте посмотрим вот эту ситуацию. Значит, мы с вами получили формулы для координат точки. Точка К, точка крепления, в зависимости от угла Т. Значит, лестница разделена на две части. Это верхняя, длина верхней части В, и это Н, длина нижней части. Без лишнего значения. Положение лестницы объявляется параметром Т. Положение точки К на лестнице фиксированной длины задается значением длины нижней части. Или верхней, они связаны. Н плюс В это константа. Так, координаты точки К у нас были получены. Икс В косинус Т. В косинус Т. Игрек Н синус Т. Ну я убедился, действительно, что вы записываете. Есть векторная величина. Можем написать, а есть вектор Р от Р. Если параметром это меняется. Давайте найдем скорость этой точки. Скорость. Наверное, вам не приходилось еще находить скорость вектора. Но можно рассуждать так. Точка движется по оси Х, одновременно вдоль оси У. Скорость прямолинейных движений вы знаете. Это производные. Значит, находим производную этой функции. Получится, кто знает? Минус В синус Т. Да. Минус В синус Т. А здесь минус Н оси У. Значит, мы с вами говорили, что при движении, при водении лестницы, точка движется по Э. Точка движется по Э. А как направлен вектор скорости тогда? Вот. Если точка движется по окружности, это знакомо вам из школы, точка движется по окружности, скажем, равномерно вращается, да? Вектор скорости как направлен? Он постоянный вектор? По касательному. Совершенно верно. По касательному. По касательному. Это верно для всех траекторий. Значит, и здесь вектор скорости направлен по касательному. Значит, это так вот касательному. Скорость. А это радиус, вектор, текущей точки. Так. Какие силы действуют на точку К? Какие силы действуют на точку К? Силы. Мы считаем, что вся масса сосредоточена в точке К. Сила тяжести. Сила тяжести, правильно. Тяжести. Ну, здесь опора нет. Сила натяжения. Сила натяжения нити. Да. Значит, сила натяжения нити. Это значит... Сила натяжения, конечно, направлена вдоль нити. Сила натяжения... Тогда сила натяжения нити или верёжки. Поскольку это вектор, направление которого совпадает с вектором R... или нет, противоположное направление. Значит, координаты этой силы, этого вектора... минус В по синус Т... минус В по синус Т... n по синус Т... Так или что-то надо добавить? Какой-то коэффициент. Да? Значит, это обеспечивает направление нужное. Какой-то коэффициент... Так вот, мы хотим, чтобы точка К была неподвижной. 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 Значит, это вектор возможного движения. Проекция сил на направлении возможного движения равна нулю. Как же это записать? Значит, проекция сил. Вот мы складываем силы тяжести. Значит, силы тяжести... Значит, силы тяжести... П... Так, ну, здесь как нам лучше написать? П плюс Т... Должно быть ордогонально на вектор скорости. Ну, это тоже самое направление возможного движения. Так... А как это можно по-другому выразить, что вот этот вектор ортогонален этому вектору? Когда два вектора ортогональны? То есть перпендикулярны. Угол между ними 90 градусов. Их произведение... Их произведение... Какое произведение? Скалярное. Скалярное. Скалярное произведение векторов... Это произведение их длин на косинус угла между ними. Мы считаем, что эти векторы не нумивы. Ну, значит, они ортогональны. Значит, мы должны написать, что скалярное произведение двух векторов равно... Так, давайте напишем развернутую. Значит, выписываем вектор P плюс T. P плюс T. Первые координаты какие? Минус N, G. Это первые координаты вектора P. Первые координаты вектора T. Минус U, V, sin T. Так, сложили первые координаты. Складываем вторые координаты. Значит, у вектора T. Это P, C, U, N, sin T. Так, и вторую координату. Минус N, G, V, sin T. Минус N, G, V, sin T. Минус N, V, sin T. Значит, вот эти два вектора, октагональные. Значит, наша задача теперь состоит в том, чтобы выразить отсюда У как функцию, ну, каких-то примеров. Или просто как функцию Н или В, поскольку не зависит. Значит, мы считаем, что у нас лестница находится в состоянии покоя, то есть Т. Постоянно покоя, постоянно. И сейчас должно написать равенство нулю вот этого скалярного произведения. Значит, первые координаты перемножаем, что получится? Ку в квадрате синус Т по синус Т. Первые перемножаем координаты. Ку в квадрате синус Т по синус Т. В моих записках получается такой результат. Здесь можно поделить на косинус Т это уравнение, да? и тогда Ку выражается следующим образом у нас. После сокращения, после деления обеих частей уравнение на косинус Т получается уравняется МЖН поделить на Н квадрат минус ВН квадрат и еще, что замените? Синус Т. Синус Т. Если В равно Н, то значит О будет? Совершенно верно. Совершенно верно. Вот это равенство получено в каком предположении? Что лестница находится в положении какого? Что больше, Н или В? Если у нас отрицательная величина будет, то нам нужна не веревка, а стержень какой-то. Да, но мы считали, что коэффициент Ку у нас положительный. Значит, коэффициент Ку положительный. Что-то со знаками немножко не так. Если Н и В сближаются, коэффициент неограничено растет. Это означает, что по мере приближения точки крепления к середине лестницы сила натяжения берет и начинает растет. Отсюда это следует. Так, по поводу знака. Вот у меня получилась здесь наоборот разница. Может быть, мы где-то здесь ошиблись? Почему координаты точки... Да, минус Н синус Т. Вверху. Нет, координаты точки К. В самой верхней строчке координаты точки К минус Н синус Т. Это вектор возможного перемещения. Минус появляется. Да, вот здесь минус. Да, вот здесь минус. Да, отлично. Все. Тогда, когда мы складываем силы В и Т. Первые координаты, значит, оттуда ноль. Здесь минус КУВ косинус Т. Вторые координаты складываются. Минус. Вот этот минус. Да. Вот он так. Ортогонали эту вектору. Переважаем первые координаты. КУВ косинус Синус есть. Перемножили первые координаты. Теперь перемножаем вторые. Здесь будет плюс. Вот потерянный знак. И поэтому... Так, а где толстый тогда минус? Какая-то скорость его здесь. Здесь тоже надо минус убрать. Нет его. И поэтому, вот когда перемножаем, то здесь будут... Вторые координаты перемножаем аккуратно. Так, вот здесь минус. И вот здесь минус, да. Так, этот переносим в ту сторону. Получается, да. Нет, оставляем здесь. Так, на косинус сокращаем. В квадрат. Да, исправили. Вот всё вот так. В квадрат минус в квадрат. Вот так. Если В больше Н, то есть закреплена лестница в нижнем половине, то вот по этой формуле выражается сила натяжения. Точнее, это коэффициент пропорциональности, да. Потому что сила натяжения, она... Это норма вот этого вектора. Норма этого. Но вот тот вектор, который скобки написано, имеет ограниченные нормы. Это можно показать. Стало быть, поведение определяется первым коэффициентом. А этот коэффициент неограниченно растёт, когда Н приближается к квадрату. Когда Н избирается. Вот этот и весь ноктос. Вот этот и весь ноктос. Продолжение следует... Продолжение следует...